Портовая особоэкономическая зона, или сокращенно ПАЭС, набирает всю большую популярность у иностранных инвесторов. Совсем скоро на огромных площадях за Волжье будет воздвигнут медицинский кластер, который обещает стать крупнейшим в Европе. А в его создании ульяновцам помогут коллеги из Китая. Впервые о возможности создания на территории региона нового предприятия заговорили в 2016 году. Тогда между губернатором Сергеем Морозовым, региональной корпорацией развития и китайским инвестором было подписано соглашение о его создании. В декабре того же года была зарегистрирована российско-китайская компания НТМ Групп, выступившая куратором проекта. Позже, в 2017 году, между производителями медицинского оборудования Китая было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве. Альянск, куда вошли 17 компаний, на предприятиях которых производят оборудование для фирм с мировым именем. И, что немаловажно, они заинтересованы в локализации производства на территории Ульяновской области. Наши технологии и ваш хороший инвестиционный климат позволяют сделать так, чтобы современное медицинское оборудование будет производиться именно в Ульяновске. А значит, жители региона будут здоровыми. На этой неделе НТМ Групп привезла в Ульяновск еще несколько китайских компаний. Познакомиться с руководством региона и посмотреть выборную площадку. Сначала гости встретились с председателем правительства Александром Смекарином, где поделились планами на этот год. Мы получаем локализацию сначала сборочного производства, а потом уже и компонентного производства в сфере самого высокотехнологичного и востребованного оборудования. Все, что касается и МРТ, и томографов, и кардиоаппаратов, и многих других. Проект разделен на несколько этапов. Реализация рассчитана до 2025 года. А пока инвестор планирует начать строительство сразу после того, как сойдет последний снег. Общий объем инвестиций в проект составил 110 миллионов долларов. Уже весной этого года компания приступит к строительству мощного проекта по строительству медицинского кластера. Не дожидаясь завершения строительства, компания арендует в особой экономической зоне производственный корпус для запуска на арендованных площадях первой линейки выпускаемой продукции. Уже запланировано производство цифровых рентгенов и высокотехнологичных аппаратов для телемедицины. Аппарат позволяет в полевых условиях измерить параметры сахара и кислорода в крови и давления. Среди новых участников российско-китайского кластера – производители широкого спектра медицинских изделий и приборов диагностики. Все они остались довольными поездкой на родину Ленина. Любой проект без государственной поддержки реализуется очень трудно, а в Ульяновске наш проект поддержали. Я рассматривал рынок Европы, но после визита в Россию я убедился, что буду строить производство в Ульяновске. Гости из Поднебесной успели встретиться и с губернатором области Сергеем Морозовым. Китайские партнеры представили проект медицинского кластера губернатору и представителям областного здравоохранения. Мы искренне рады вас видеть, замечательных производителей медицинского оборудования. И надеюсь, что наши переговоры увенчаются хорошими соглашениями. Инвестор уже приступил к аккредитации и лицензированию оборудования. По словам представителей компании «НТМ Групп», уже подписан договор о переводе первого транша в размере 53 миллионов юаней. Это почти 10 миллионов долларов. Дарья Сударева, Данил Сурков, Новости Ульянской правды.